В рамках этого урока нам также нужно сказать несколько слов о таком понятии, как «относительное время». Оно описано в дополнительных сведениях к уроку, параграфу 28.17. Что такое «относительное время»? Это время, которое отсчитывается по отношению к какому-то другому моменту времени. Когда мы имели дело с личными глаголами, то у нас были глаголы, описывающие события в настоящем, в прошедшем, в будущем. Мы ему говорили о таких временах, о настоящем, прошедшем и будущем. Это было такое абсолютное время. Понятно, что с точки зрения говорящего, но все-таки он говорил о настоящем, прошедшем и будущем для себя. А вот когда мы имеем дело с причастиями, то причастия не описывают абсолютные времена. И когда мы говорим о событиях, которые описываются, точнее о действиях, которые описываются с помощью причастий, то мы можем их описать не как происходящее просто в прошлом, настоящем и будущем, а более корректно мы должны их, написая, описать как одновременные с действием главного глагола, предшествующие действия главного глагола или следующие после действия главного глагола. То есть время причастия, так как причастие описывает какое-то сопутствующее, сопровождающее дополнительное действие, его нужно отсчитывать не от момента речи, а от момента совершения действия главного глагола. Ну, мы с вами обсуждали уже это явление на прошлом уроке, я просто чуть-чуть напомню, когда, например, мы говорим, ну, коротко, например, читая книгу, он уснул, читая книгу, он засыпает, читая книгу, он уснет. Мы с вами видим, что вот это, читая книгу, его время, оно определяется, время этого чтения определяется временем главного глагола. Читая он уснул, это читая было в прошедшем, читая он засыпает, это читая в настоящем, читая он уснет, это читая в будущем. Ну, и в греческом языке, да, тоже вот какое-то соотношение с временем главного глагола, Вот, причем, читая, мы говорим, действия одновременные с действием главного глагола. Так вот, когда мы говорим о относительном времени в греческих причастиях, то как относительные времена связаны с временами грамматическими. Обычно причастие настоящего времени описывает действие одновременное с действием главного глагола. Правда, здесь стоит сразу же оговориться, почему так происходит Причастие в настоящем времени описывает действие как процесс Но процесс должен длиться в какой-то момент времени Имеющийся у нас момент времени, это время действия главного глагола Если вместе с действием главного глагола есть какой-то процесс То очевидно, что процесс идет на фоне действия главного глагола очевидно, что процесс, он одновременно с действием главного глагола. То есть вот эта вот идея процессуальности, продолженности вида у причастия настоящего времени, естественно, приводит к тому, что причастие по своему относительному времени – это действие одновременно с действием главного глагола. Чуть сложнее ситуация с Аористом. Мы с вами говорили, что Аорист просто сообщает о факте действия. У него неопределенный вид. Если у него неопределенный вид, то какое же относительное время имеет Аорист? В учебнике сказано, что Аорист обычно описывает предшествующие действия и подчеркивается, что да, обычно, но не всегда. Это важно запомнить. В некоторых курсах греческого языка говорится о том, что в изъявительном наклонении Аорист описывает действия в прошлом, а в причастиях он описывает предшествующие действия. Это неправильно, это неправда. Аорист не обязан описывать предшествующие действия. Аорист может описывать и описывать, мы с вами увидим, и предшествующие действия, и одновременное действие, и даже последующие действия по отношению к действию главного глагола. Хронологическое соотношение, то есть вот это относительное время для Ореста определяется только контекстом, но не самой формой. Это немного трудно усвоить, потому что уже какое-то время, имея дело с Орестом, мы привыкаем думать об Оресте как о прошедшем времени. И нам кажется, что раз при этом причастие, то он будет описывать предшествование. Нет, не обязательно. Да, ну факт действия зачастую предшествует какому-то другому действию, и такая видовая особенность неплохо сочетается с предшествованием, но вовсе это не обязательно. Так что да, настоящее время причастия – это обычная одновременность, но Орест не выражает ярко выраженного относительного времени. Время определяется контекстом, то есть особенностями ситуации, самой особенностью действия и так далее. Поэтому Орест не прошедшее. Вы, кстати, помните, приращение нет. Помните, приращение – знак прошлого. Приращение исчезло, теперь никакого прошлого нет, только видовая значимость осталась, только факт. Ну и давайте мы посмотрим с вами несколько примеров. Вот у вас учебники приведены. Примеры из посланий к эфесянам из первой главы. Мы тоже посмотрим на эти стихи, может быть, на некоторые окружающие тоже, чтобы у нас сложилась более полная картина того, как там оно все соотносится. Итак, послание к эфесянам, первая глава, ну и для начала восьмой стих. Даже проще начать с седьмого, там с относительного местоимения начинается, восьмой стих, поэтому с конца седьмого. Катата плотус тес харитус аутон. По богатству благодати его, хэс, Эпи сэусэн эис хумас, Которую, ну можно перевести как, Он призабильно излил на нас, нас, Эн пасэс афея каэ фон эсэй, Во всякой премудрости и разумении, Гнарисас хумин тоа Мистэриум тон Телэматос ултон. Гнарисас дав нам узнать Тайну воли своей. Глагол гнаридзо. Он тоже вот этимологически происходит от Глагогеновска с корнем гнаридзо, Но только гнаридзо. В данном случае причастие аористное. Это первый аорист, видите, вот это сас типичное, гнаридзо. Дав нам узнать. То есть в целом он излил на нас благодать, Дав нам узнать тайну воли своей. Два действия. Излияние благодати и откровение воли Божьей. Как они соотнесены по времени, Но кажется, проще всего представить, Что и то, и другое в нашу жизнь пришло одновременно. Встретившись с Богом, мы получили и благодать, И откровение тайны Его. Следующий пример, тоже приводимый в учебники Из этой же главы послания к эфесянам, 15 стих. Детута, кого? Акусос тенкат хумас пистин энту курио иису, Кайтен агапен энт тресфантас, Тус хагиус, у полмой ухаристон хупер хумон. Поэтому и я акусос, причастие от глагола аку, Видите, аку, основа, превращение, конечно, нет никого, Это причастие, плюс сас, образующее времени, Ну и сигма, съевшее суффикс интер. Вот это сас надо, конечно, запомнить, Я уже говорил, часто встречается. И так, поэтому я, услышав, о чем? О вашей вере в Господа Иисуса, И о любви, которая ко всем святым, Не перестаю, Ну тут тоже причастие настоящего времени, Благодаря за вас, не перестаю благодарить за вас. Да, вот иногда причастие переводится инфинитивами на русский язык. Ну что ж, мы к этому еще вернемся в следующем году. Итак, нас пока интересует аорисное причастие, акусос. Я услышал, и теперь не перестаю молиться. Понятно, что хронология такая, Сначала услышал, потом не перестаю молиться. То есть, слышание предшествует действию главного глагола. Если в предыдущем примере мы с вами видели ситуацию, Когда сначала, то есть ситуацию одновременности, Бог и благодать излил, и познание дал, То здесь в последовательности сначала Павел услышал, А потом он не переставая молится и благодарит. Так что и такой, и такой вариант возможен. Еще один текст, который, ну, некоторые даже небольшие споры вызывают в этом послании. Чуть выше давайте мы с вами посмотрим. Тринадцатый стих. В котором, ну, вот есть я. И вы, акусантес, тут множественное число, Это причастие оресное, вы множественное число видите, аку, Основа са, образующая времени, Энте, суффикс причастный, И эс, окончание именительного падежа множественного числа. Акусантес, в котором вы, услышав слово истины, Евангелие спасения вашего, В котором и пистелусантес, То же самое эфирное, пистелу, Суффикс а, суффикс энте, и эс, В котором и уверовав, Эсфагистеты запечатлены, Духом обещания святым. Абитуалом Святым Духом в синодальном переводе. Смотрите, вы запечатлены Духом. Когда? Или как? Ну, один из вариантов, Это вы услышали слово истины, Уверовали, И были запечатлены Святым Духом. То есть, некая хронология. Причастие, услышав и уверовав, Описывают действия, Передшествующие запечатления. Некоторые говорят, правда, Что здесь нужно говорить об одновременности. То есть, для того, чтобы человек уверовал, Он должен был запечатлен Духом Святым. А здесь возникает интересный Сатириологический спор, Который, конечно, выходит за рамки Нашего курса. Но такое естественное прочтение, Все-таки Павел описывает опыт эфесяна, Как в их жизни все это произошло. Услышали, уверовали, Знаете, что запечатлены. Кажется, все-таки последовательность Будет более естественное прочтение. И вот мы с вами увидели, Что, возможно, одновременность. То есть, действия в Оресте Одновременно действия главного глагола. Возможно, предшествование действия в Оресте Предшествует действию главного глагола. Изредка, но, возможно, даже последовательность. Эфесянных такого нет. Но посмотрите книга «Деяний». 25 глава. Тринадцатый стих Хэмерон де геноменон тинос. Здесь конструкция с причастиями. Ну, это такой, так называемый, Самостоятельный родительный падеж. Через пару уроков мы изучим Что-то, вот особенности этой конструкции. Пока можем, ну, наверное, так перейти. По прошествии нескольких дней. Некоторых дней. Несколько дней. Через несколько дней Агриппа царь и Верника Прибыли в Кесарию А теперь смотрите причастие Аспаса менос Аспадзумай Глагол приветствовать И от этого глагола Аорисное причастие среднего залога Ну, Аспадзумай, да, видите, Он тоже словарная форма со средним залогом И причастие тоже в форме среднего залога Аорисное причастие Аспа Потом суффикс СА Суффикс МЕН Типичный для среднего залога И ОЙ Именительный падеж Множественное число Потому что вот о двух людях Идет об Агриппе и Вернике речь Они пришли в Кесарию И здесь причастие цели Чтобы поприветствовать его И понятно, что сначала пришли А потом поприветствовали И причастие в Аорисе Описывают события Произошедшие после того Как они пришли Так что обратите внимание Причастие в Аорисе Может описывать и предшествующее И одновременное И даже последующие события Так что вот на основании того, что Аорис Не думайте, что тут что-то прошедшее есть Выясняйте по контексту По смыслу глаголов По ситуации Относительное время Да, настоящее почти всегда одновременно Но Аорис Как видите, возможны варианты Поэтому в переводе будьте аккуратны Но когда вы приняли решение Если вам нужно ваше решение Отобразить в вашем переводе То вы это можете сделать Просто трансформировав предложение И добавив, например, для предшествия Слова после того, как А для одновременности Слова, когда Вот вам приведен пример В самом учебнике Он излил благодать на нас Когда одновременность Открыл нам тайну воли своей То есть причастный оборот Превразуется в предаточное предложение Переменения После того, как я услышал О вере вашей Я не перестаю благодарить Ну, то есть Если вы ваше толкование Хотите отобразить В вашем переводе То такая трансформация возможна Но с другой стороны Перевод депричастиями Тоже вполне норм Ну, или вот еще примеры из учебника Матфей 2.3 В самом начале Акусис де хобосилеус Эродес Эта рахте Услышал же царь Ирод стревожился Ну, можно перевести После того, как Услышал царь Ирод стревожился Ну, и Понятно, что здесь О вере есть предшествующее действие Причину для тревоги Описывают Но можно и сохранить так Потому что русский язык Вполне помогает Всю вот эту вот Идею почувствовать И из той же главы В Англии от Матфея Вниже приведен пример Хойде Акусантес Тус Басилеус Эпорутеса Здесь, кстати, обратите внимание Причастие с артиклем Оно субстантивированное Поэтому лучше его переводить На русский язык Причастием Услышавшие же Царя Они отправились в путь Ну, это если вы хотите Вот структуру оригинального текста Передать Но даже по-русски Это звучит немного коряво Поэтому вот можно И трансформировать После того, как они Выслушали царя Отправились в путь Или Выслушав царя Они отправились в путь Тоже возможный перевод Но Да Смотрите Толкуйте Понимайте Различные варианты Для относительного времени Будьте вот Внимательны Осторожны Но С другой стороны По большей части Вот Переводя день причастия Мы Справляемся Со всеми Возникающими трудностями Ну, может быть За исключением Когда последующие Действия Помните Как с Верникой И Агриппой Которые пришли Там Просто перевод Они пришли Поприветствовав его Да Вот Просто перевод Как-то Кажется Русский текст Создает ощущение Предшествования Поэтому В таких контекстах Где вы видите Явно по контексту Что Действие Причастия Следует После действия Главного глагола Выбирайте Подходящие Трансформации А так Нам на самом деле Не очень тяжело Наша идея Причастия С добровольной работы Причастия Редактор субтитров А.Семкин